Большинство россиян не доверяют виртуальному миру. Считают, что данные должны быть в бумажном формате, что цифровизация только снижает качество образования, а 7% респондентов и вовсе считают, что от внедрения новых технологий только вред. Мы решили спросить пожилых жителей региона, как они относятся к современным технологиям. Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора НИУВШ, посвященного влиянию процессов цифровизации на права человека, отмечают, что 14% россиян никогда не пользуются интернетом. Исследование проводилось в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила более 2000 респондентов. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхней Волжи, пользуются ли они интернетом. Пользуетесь ли вы интернетом? Да, пользуюсь интернетом. А насколько активно? По мере необходимости. В основном YouTube, какие-то справочные информационные материалы, ну и связь с другими городами. Пользуюсь, но не очень активно. Я плачу просто платежи по нему коммунальные. Ну, дети, когда приходят, внукам показывают мультики. Да, пользуюсь. А насколько активно? Каждый день и по многу. А на каких площадках вы в основном сидите? Ну, по-разному. Мне для работы нужно. Знаете, у меня дети пользуются. Я человек старый, мне не до этого. Согласно исследованию, чаще других, никогда не пользуясь интернетом, респонденты в возрасте от 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценившие свое здоровье как плохое. Также 85% от числа всех опрошенных считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект. 64% респондентов заявили, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета, а 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество и лишь 18%, что повышает. К сожалению, в наше время виртуального мира люди старше 55 недостаточно подкованы в вопросах кибербезопасности. Лишь треть из них слышала о возможности слежки через веб-камеры на подключенных сети устройствах, и только половина всерьез задумалась о шпионских программах. Так что всем стоит ответственно подойти к данному вопросу. Каждому молодому человеку нужно чаще рассказывать родителям, дедушкам и бабушкам о том, как грамотно и безопасно пользоваться интернетом. Кстати, в Твери абсолютно бесплатно этим занимается комплексный центр социального обслуживания населения. Здесь уже восьмой год реализуется проект «Бабушка и дедушка онлайн». Ее участники – пенсионеры и предпенсионеры. А записаться на курсы можно по телефону 78 21 66. И помните, виртуальный мир доступен для каждого.